Добрый день. Сегодня наш гость Артём Игоревич Кобзев, доктор философских наук, профессор, возглавляет отдел Китая Института Востоковедения Российской Академии Наук, известнейший специалист в области идеологии Китая и его духовной культуры. Здравствуйте. Добрый день. Артём Игоревич наш гость, гость конференции «Россия и Китай». Это уже 11-я международная конференция, которая проводится в Институте международных отношений Казанского федерального университета. И эта конференция посвящена 200-летию востоковедения в Казанском университете. Казанский университет ведь когда-то и создавался, собственно, для того, чтобы нести просвещение на восток. И Казань всегда была на перекрестке путей между Западом и Востоком. Ну и сейчас очень значимая стратегическая магистраль, которая идет от Китая в Западную Европу, она проходит именно через Казань. Так что мы, конечно, очень интересуемся Китаем, его культурой, пытаемся его понять. А есть ли вообще что-нибудь такое, что мы никогда не поймем в китайской культуре, или всегда обречены на то, чтобы понимать это неправильно? Или все-таки нам, людям с европейским сознанием, Китай и китайскую культуру можно понять? Ну, я начну с приятного, с юбилеев. Действительно, вот 18-й год – это просто букет всяких разных юбилеев, начиная от Карла Маркса и кончая, действительно, российским востоковедением. Я, как представитель Института Востоковедения, тоже должен с радостью сообщить, что и мы празднуем в этом году 200-летие нашего института, который, безусловно, связан с Казанью, где все и начиналось. И китай-ведня, кстати, здесь начиналась, которую я представляю. Это все приятно, и, может быть, это действительно повод для того, чтобы осмыслить такой долгий и продуктивный, плодотворный путь. Что касается Казани. Это моя любимая идея, я ее везде, где могу, пропагандирую, что действительно достаточно посмотреть на географическую карту, на карту России, чтобы увидеть, что Казань просто самим богом положена здесь для того, чтобы быть связующим звеном между Востоком и Западом. В этом смысле для Востоковедения тоже быть таким базовым центром. Ну, а в данном случае для Востоковедения, которое ориентировано, прежде всего, не на юг, а на восток, то есть на дальний восток, где, по понятным причинам, главным предметом интереса является Китай. Но тут, правда, надо заметить, что для того, чтобы все это развивать, нужно, значит, вообще-то для начала построить бы дорогу, о которой уже много говорят, и о которой пока еще никто не видел. Ну, в общем-то, уже пора совершенно, так сказать, иметь хорошую транспортную магистраль от Москвы до Пекина и через Казань, конечно. Вот, ну, какие-то вот сдвиги за последнее время мы видим. Ну, и здесь, опять же, я думаю, что китайцы, которые стали пионерами в создании подобных инфраструктур, могли бы пригодиться, и с ними на эту тему можно беседовать не только о культуре. Вот, ну, я напомню, что, так сказать, вот эти скоростные дороги уже в Китае просто повсеместные, и китайцы, по-моему, имеют теперь сеть вторую в мире после американцев железнодорожную. А вот мы, к сожалению, все, значит, вот старыми какими-то при царе-батюшке построенными ресурсами пользуемся. Вот, теперь, что касается понимания и непонимания. Ну, может быть, как раз вот эта ситуация, которая есть, она и следствие непонимания. Но я даже думаю, что это следствие непонимания не только Китая, а самих себя. Вот, как учит, значит, древняя философия, главная философская позиция – познать самого себя. Вот мы самих себя не можем познать, а как познаем, значит, у нас и дороги начнутся, и все такое прочее. Вот, значит, если говорить обобщенно и коротко, то, конечно, вот разговор можно, чтобы было понятно, тут используют следующее сравнение. А вот поймут ли мужчины женщин когда-нибудь, а вот поймут ли до конца женщины мужчины. Вот это вопрос примерно такого плана. Но другого человека вообще понять тяжело, но тут вообще совсем другая культура. Так я даже начинаю с того, что и себя понять тяжело, а не то, что другого человека. Вот, хотя, с другой стороны, человек познает себя, только познавая другого человека. Это вот, значит, классический еще марксистский, даже домарксистский постулат философский. Вот, теперь, значит, вы знаете, надо исходить из общетеоритических построений культурологических. Вот я лично могу излагать свою точку зрения. Я вот являюсь автором некоторой культурологической теории, которая исходит из того, что мир человеческий, он не может быть ни многополярным, ни однополярным. Он всегда биполярный. И это объясняется очень простыми, естественно, научными причинами. Потому что человек на всех уровнях своего существа психосоматического является биполярным. Вот, начиная от спирали генетической ДНК, она двойная. И все в человеке двойное. И руки-ноги у него, основные органы, все двойное. Два пола в человеческом виде. Могло бы быть три, мог бы быть и один. И вот даже некоторые предполагают, что мы к этому идем. Но природой пока создано два пола. И, соответственно, в примитивных социальных структурах всегда мы наблюдаем такую бинарность. И вот эта бинарность биологически обусловленная от нижних уровней строения человека, то есть клеточных, субклеточных, она проявляется на всех уровнях его существования. И в глобальном масштабе, геополитическом, она выливается в то, что культуры разделяются на такие пары, соревнующие, конфронтирующие, взаимодополняющие, комплементарные, разные могут быть формы взаимоотношений. Сейчас мир приходит в свое естественное состояние. Вот такое разделение на Запад и Восток, оно, вообще говоря, было присуще всегда истории человечества. Даже последние археологические открытия как-то корректируют недавно господствующую еще точку зрения о едином пути происхождения человека, с аппиентацией, вот из Африки, все, так сказать, Адам и Ева чернокожие. Вот вроде китайцы показывают данные, которые, так сказать, сопоставимы по времени с древнейшим человеком на африканском континенте. Напомню, что и вообще говоря, удревнение рода человеческого началось в Китае, то есть это тот самый Синантроп, которого нашли еще до Второй мировой войны. Вот, так что в этом смысле, ну, это сложный вопрос, вопрос саппиентации человека, но, тем не менее, происхождение языков, тем не менее, мы наблюдаем самую большую культурную, языковую и даже антропологическую поляризацию именно вот по линии земноморской цивилизации с ее выбросами в Австралию и в Америку, и дальневосточная цивилизация, которая шире Китая значительно, которая имеет Китай как некоторый центр историко-культурный, и которая вся, в общем, построена на китайских цивилизационных стандартах. То есть это, вот, мне иногда кажется, что вот если, значит, мечтатели о контактах с внеземными цивилизациями хотят вот как-то что-то представить себе более или менее похожее, вот пусть они едут в Китай. То есть это вот действительно люди совершенно максимально отличные от того, что нам привычно. Ну и, соответственно, отсюда выводы. Вот, хорошо это или плохо? Ну, такой же вопрос, как хорошо или плохо, что люди делятся на мужчин и женщин. Наверное, хорошо, потому что это увеличивает вариативность, значит, расширяет человеческие возможности. Но значит ли это, что синология – это наука, которая имеет государственное значение, по крайней мере, для России? То есть если мы такие разные, такие противоположные, что синология может сделать, чтобы помочь государству как-то развивать, например, контакты и так далее? Ну, это замечательный вопрос. Вы просто повторили мой тезис, который я произнес в Кремле с трибуны перед президентом и премьером нашей страны. Тогда президентом был господин Медведев в момент вручения госпремии. Да, да, именно так. То есть синология – это государственная наука, и она государственная и вот в том смысле, который вы обозначили, и в историческом смысле, потому что она так и возникала. Я напомню, что ее синологию создал Петр Первый, такой главный государственник в истории России, который, по указу которого, была создана духовная миссия в Пекине. И эта духовная миссия, ну, мы ее датируем 1715 годом, стала действовать как, ну, по названию понятно, что она духовная, то есть для окормления христиан, там, бывших, небольшого числа, вот, ну, для несения там Слова Божья. Но одновременно это было и разведывательное учреждение, и дипломатическое учреждение. Все эти функции, в общем-то, сохранялись до середины 19 века, ну, и продолжали сохраняться. И исследовательское, что для нас самое интересное сейчас, это научно-исследовательская организация, которая очень много сделала для развития российской синологии. И, конечно, государственная политика России вот на протяжении столетий опиралась на данные вот ученых, ну, они могли быть в рясах, могли быть без ряс, но, тем не менее, это, так сказать, синологи, настоящие синологи, которых мы чтим как таковых. А сейчас у вас государственные люди спрашивают совета? Тоже хороший вопрос. Вы знаете... И что вы им советуете, если они спрашивают? Ну, тут... Если это не государственная тайна. Иногда спрашивают. Кстати, вот последний вопрос был связан с как раз с духовной миссией, а точнее, со статусом русской православной церкви в Китае. Вот это, кстати, интересно, можно обсудить именно в связи с последними событиями, касающимися этой общественной организации. Так вот, это касалось возвращения памятников. Тоже речь идет, в общем-то, как ни странно, в первую очередь, о материальных объектах, ну, то есть о церквях, прилегающих к ним объектах, может быть, земле, которые были построены в основном с конца XIX века по середину XX века на деньги русских прихожан, в основном. Таких объектов довольно много на территории Китайка, и которые были, значит, огосударственны после образования Китайской Народной Республики. И в силу ошибок, как я полагаю, руководства Советского Союза, и в первую очередь Никиты Сергеевича Хрущева, русская православная церковь не стала официальной церковью Китайской Народной Республики, и в этом смысле она не имеет достаточных прав для того, чтобы бороться за, значит, свои эти... Свои права возвращения. Да, 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 возвращение этих памятников, такую реституцию, хотя, в общем, здравый смысл подсказывает, что, конечно, надо бы это вернуть. И они там иногда используются совершенно не по назначению. И вот, значит, наша православная церковь этим озабочена, она обращается, так сказать, в администрацию президента, администрация президента обращается в министерство, министерство обращается к нам, и вот, значит, в этих вот кругах все это крутится, и пока решения нет. Даже после того, что был официальный визит патриарха в Шанхай, где большой храм имеется. И вот мы сумели только добиться того, что его просто из какого-то клуба, так сказать, развлекательного превратили в музей, но не в настоящий храм. Вот такие. Просто комический был один случай, это уже на исходе советской власти. Я должен сказать, что во времена советской власти все востоковедные учреждения, они были такими вот информационными центрами. Более того, вот ныне существующий институт Дальнего Востока просто был создан как специальный центр, в который власть обращалась за соответствующей информацией. И это все было создано тогда, когда накалились отношения с Китаем, и он был создан под таким камуфлирующим названием Дальнего Востока. Это фактически институт китая видения, как это планировалось, но чтобы не раздражать противную сторону, назвали его вот так. Вот он для обслуживания. А потом эти связи разорвались. Это, кстати, одна из бед нашего современного состояния. Беда это, я думаю, и не только для востоковедения, но и для государства, что специалисты-востоковеды, они в достаточной мере не задействованы. Хотя как-то используется. Вот наш бывший директор и ныне научный руководитель господин Наумкин, он активно участвует в таких консультациях на правительственном уровне. Но если мы с вами продолжим тему русского Китая, или наоборот, даже скажем, китайских русских, то есть еще одна связь между Казанем и Китаем. Во-первых, когда белочехи отступали из Казани, это было в годы Гражданской войны, то очень многие профессора университета и вообще казанская интеллигенция ушла с ними на Дальний Восток, а потом ушла в Китай. И поэтому вообще в Китае был такой центр русской миграции, очень большая колония была, и среди них было очень много казанцев. А потом, уже в 30-е годы, когда была закрыта КВЖД, и потом уже окончательно это произошло в 40-е годы, очень много россиян из Харбина вернулись в Казань. Первая группа приехала еще в 36-м году, а потом в 40-е годы, вот, например, целый оркестр Олега Лунстрома приехал в Казань. И очень многих орбинцев, я еще с детства хорошо помнила, в школе, где я училась, преподавал такой Владимир Николаевич Яковлев, который был звездой казанских школ, преподаватель английского языка. Они все блестяще знали иностранные языки, были великолепно образованными людьми и так далее. А вот сейчас в Китае есть интерес к тем россиянам, которые оказались там в результате наших событий 17-го года, гражданской войны. Сильна ли сейчас какая-то колония русских Китая? Изучается ли вот этот Харбин, русский Харбин? Тоже прекрасный вопрос, и очень интересный сам по себе, и актуальный в наши дни. Ситуация, как все бывает в жизни, диалектическая. То есть действительно, действительно, значит, вот создание Китайско-Восточной железной дороги в начале 20-го века, это потрясающие достижения вообще русских людей, не только русских, россиян. То есть буквально за десятилетия были освоены совершенно дикие места, и возник дальневосточный Париж, Харбин, абсолютно русский город. То есть он был построен ведь специально теми, кто строил КВЖД. Да, совершенно верно, да, абсолютно русский город. И, в общем-то, все шло к тому, что Манчжурия, значит, будет, ну, просто чуть ли не российской территорией. Доходило даже и до этого, и предлагалось в какое-то время с китайской стороны, значит, сделать это республикой, одной из республик Советского Союза. То есть это говорит о, значит, теснейших связях. С другой стороны, КВЖД – это 29-й год, это самое крупное столкновение в новой истории между Китаем и Россией, о чем сейчас как-то подзабылось. Вот самое кровопролитное. Вот мы в институте у нас выпустили недавно книжку замечательную двух выдающихся китоведов российских, Крюковых, Михаила Васильевича и Василия Михайловича, на эту тему КВЖД-29 «Взрыв и эхо». Вот, действительно, там была просто элита русских людей, или россиян вообще, разных национальностей. Кстати, там и казанские татары были представлены, которые даже создали специальную мечеть. Вот в Харбине было две мечети. Одна, собственно, мусульман местных, другая вот специально созданная, значит, начали в 6-м, завершили в 37-м году. Вот, к сожалению, ее потом вернули, но вернули это не к сожалению, а к сожалению, что вернули не татарам, значит, вот российским и не казанским, а вот татарам американским. Вот, ну, что тоже, в общем, неплохо, наверное. Так вот, действительно, много людей, там огромная пресса, там, кстати, огромные были сделаны научные достижения, там действовал юридический факультет. А какие издания были, какие газеты, какие журналы издавались? Да, 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 великолепно. То есть это на русском языке главное. И действительно, эти люди, они знали прекрасно китайский язык, а, к сожалению, даже вот этот огромный массив научный, он не был освоен нашей наукой, потому что все эти издания попадали в спецхраны или уничтожались. Вот мы сейчас только, по прошествии уже почти 30 лет после, значит, крушения Советского Союза, как-то осмысливаем, пытаемся освоить вот накопленные богатства. Вот я тут такой создал архив российской китаистики, вот там мы потихонечку, значит, тоже что-то публикуем, восстанавливаем. Действительно, было масса людей. Вот я лично, ну, в Москве был даже такой союз харбинцев, он, может быть, номинально сейчас существует, но просто в силу возраста уже многих нет. У нас в отделе Китая работал просто уникальный абсолютно харбинец, сел Сергеич Таскин, о котором говорили, что он один работает как институт. То есть это работоспособность этих людей. Ну вот казанские харбинцы, это тоже совершенно особый был слой интеллигенции, оказавший очень большое вообще, оказавший влияние очень большое на Казань. То есть, понимаете, это, конечно, было наше сокровище, которое надо было хранить, как зеницу ока, а вместо этого мы, к сожалению, все это растратили, людей этих по большей части погубили, и даже те, кто остался жив, они в Москву попали окружным путем через Казахстан и так далее. То есть это, увы, беда такая российская, частая, когда мы свои сокровища не бережем, что-то добываем, создаем, а потом это легко расточаем. У меня к вам еще один вопрос, связанный со сферой ваших научных интересов. Вы занимаетесь духовной культурой Китая, и одна из ваших работ посвящена китайскому эросу. А их китайские эротические, философия эротики, скажем так, она другая, чем в России? Да, она, конечно, другая. Самое интересное в этом то, что Китай ведь в Европе стал известен не как Китай настоящий. То есть и вот это слово «Китай», оно вообще не про Китай, оно же про совершенно другой народ. Вот мы говорим «Китай», это слово, обозначающее «киданий», каких-то варваров, которые там на северно-западных окраинах Китая были. И представление о китайском эросе абсолютно искаженное, потому что это образ Китая, завоеванного манжурами, когда, собственно, в основном его исследовали и видели европейцы. И он такой пуританский в этом смысле. То есть нельзя дотронуться до руки женщины и так далее. А на самом деле Китай совсем другой. И свобода нравов там гораздо больше, отношение совершенно иное. Оно такое натуралистическое. И роль женщины там совсем не такая приниженная, а может быть даже наоборот доминирующая, поскольку по китайской модели начало «инь» женское, оно стоит впереди, начало «ян». Вот так это и говорится по формуле «инь», «ян». Сначала «инь», потом «ян», а не наоборот. И более того, китайцы к этому вопросу подходили научно. Собственно, китайцы... Ну, эрос изобрел, наверное, Господь Бог. А эротологию, то есть научный подход к подобным вопросам, кстати, связанным не просто с удовольствием. Это самое главное, что это не просто теория удовольствия или деторождения, как это кажется в Европе, а это теория продления жизни и сохранения жизненного начала, как прежде всего заключенного в либидо. Это вот открытие для Европы времен Фройда, а для Китая это засчитано 2000 лет раньше. И вот, кстати, недавние археологические открытия в Китае, тексты, выкопанные из могил ханских, обнаружили вот такого рода тексты научного характера, я повторяю, эротологического. То есть китайцы еще и изобретатели науки эротологии. То есть не только фарфора и шелка. Да, шелка, да. Артем Георгиевич, вы приехали в Казань на 11-ю международную конференцию России и Китай. Насколько конференции еще у синологов хватит материала, чтобы приезжать в Институт международных отношений к нам на наши конференции? Ну, Институт гостеприимный, и, кстати, в этом содействуют и китайцы со своим Институтом Конфуция. Да хватит, конечно. В общем, хотя, как ни странно, наука несколько поджалась при огромном развитии практических контактов и практических знаний. То есть вот это вот разделение китаеведы и китаисты, оно сейчас особенно ярко, потому что китаистов много. Тех людей, кто знает язык в той или иной мере, имеет сведения о Китае, бывало там, конечно, это несоизмеримо с тем, что в последний год в советской власти было, а вот китаисты, китаеведов или синологов, их, конечно, число крайне поубавилось, потому что их зарплаты невелики, а труд тяжек неизмеримо. И результаты, конечно, несколько, может быть, даже и меньше, чем были. Но, с другой стороны, новые возможности информационно-технологические, а в открытии информационных бездн китайцы, вообще говоря, все свое наследие культурное оцифровали. Вот мы даже в это поверить не можем. Вот это еще, это достижение гораздо более впечатляющее, чем, значит, грядущие полеты, наверное, китайцев на Марс или вот создание такой сети скоростных железных дорог, или там самых крупных мостов, самых длинных, самых больших, значит, перекрытий рек и так далее. Вот чем мы, так сказать, тоже увлекались в советское время. Так вот, это оцифровка всего своего наследия, а наследие письменное китайское – это самое большое в мире письменное наследие, которое по своему объему может сравниться с письменным наследием всего остального мира в целом. И вот все это оцифровать, я напоминаю, что мы с нашими основными библиотеками не можем решить эту задачу, хотя она поставлена. Вот, значит, только успеваем свеженькое что-то вставлять, а свеженькое, оно и так оцифровано, вы нам подаете, так сказать, то, что было раньше. Этого нет. А они все сделали. И, ну, соответственно, специалистам уже не надо ездить в Китай, вот теми, кто древностью занимается. Ну, ездить, конечно, всегда надо, но, в принципе, если нет возможности и денег, вот, это можно найти на носителях, и, конечно, это очень облегчает жизнь. Ну, тогда я надеюсь, что вы еще неоднократно будете гостем нашего института и нашего университета. И эти конференции, благодаря сотрудничеству между разными научными учреждениями России и Китая, будут продолжаться много-много лет. Спасибо вам большое. Спасибо вам с большим удовольствием, тем более, что здесь и консульство теперь образовалось китайское, и связи налаживаются, и дай бог, что все здесь процветало, и как минимум не становилось хуже, потому что хорошо. Большое спасибо, Артем Игоревич. У нас в гостях был Артем Игоревич Кобзев, известнейший специалист по истории и современному состоянию Китая. Большое спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова